Друзья, всем привет! Вы на канале ММА Ревью и сегодня у нас разбор первого главного боя UFC в этом году. Бывший чемпион, всеми любимый Макс Холловей сразится с опасным нокаутером Келвином Катаром, тем самым помните, который бился с забитым в Москве. Максон идет после двух поражений в Алкановске, ну как поражение, обокрали-то Макса, но многие, знаете, вообще уже не верят в этого красаву. Бой уже через пару дней, а именно в эту субботу, поэтому давайте разбираться. Неужели Холловей словит третье поражение в ряд и уйдет навсегда в геймеры или Кеттер всего лишь проходной малый? Ставьте лайк и погнали! Начнем же с Келвина Катара. Хороший середняк в полулегком весе, потихоньку прогрессирует и забирается в топе выше и выше. Оформил парочку хороших нокаутов над Джереми Стивенсом или тем же Рикардо Ламасом, но прям ярких топов он еще не побеждал. Хороший бой показал с забитым Магомед Шариповым, но проиграл из-за отсутствия навыков борьбы. Правда, в последнем бою он отлично себя продемонстрировал против Дэна Игги на 5-раундовой дистанции. В этот раз от борьбы защищался уже лучше, а в стойке у него и без того уровень высокий. Из его плюсов можно выделить, конечно, ударку, точность и нокаутирующую мощь. И да, с карди у него тоже вроде порядок. Провел он за карьеру 26 боев, одержав 22 победы, 13 досрочно, 10 нокаутом при 4 поражениях. И теперь же Макс Холувей, бывший чемпион полулегкого веса, поистине один из лучших бойцов этого дивизиона. Максону всего 29 лет, но он является уже настоящим ветераном, его прошлая позиция просто страшная. Петтис, Эдгар, дважды Альду, Артега да тот же Оливейра тоже был удосрочен нокаутом. Но вот если новичок, не знающий Макса, то глянет на его рекорд, там действительно сейчас все печально, 3 поражения в 4 последних боях. Началось все с зарубы в легком весе с Дастином Парье, там Макс уступает решением. После победы над Фрэнки и 2 поражения Александру Волкановске, где 2 боя по мне получились просто абсурдными. Ладно, первый бой вы еще можете со мной поспорить, что не было родного дядьки Алекса в судьях, но вот во втором стопудово он там был. Макс там показывал во всей красе Брюса Ли, но все равно раздельным проиграл. Но да ладно, этот красава не расстраивается, не газует там знаете на суде и говорит, окей, я вас понял, едем дальше, мне всего 29. И если нужно еще будет одержать 10 побед в ряд, чтобы забрать этот пояс, я готов. Из его плюсов можно выделить темп, ударку, кардио и держалку. Провел он за карьеру 27 боев, одержав 21 победу, 12 досрочных, 10 нокаутом при 6 поражениях. И теперь по всем канонам, кардио, опыт и антропометрия. В опыте, конечно, Макс у нас здесь номер 1, фаворит. Конечно, боев они провели примерно одинаково и даже рекорд схожий. Но блин, оппозиция у них просто несравнима. То же самое, если сравнивать Ладу Калину и Ауди Р-8, вот настолько там большущая пропасть. Макс 8 лет назад уже зарубался с Макгрегором и Пархе, после сносил весь дивизион. Но мы уже говорили Артега, Тамальдо, Эдгар, два равных боя с Волкановски. Когда Катар, ну да, оформил пару нокаутов над сбитыми летчиками, но что с того, уступил Ренату Майкану и Забиту. И победил Дэна Иги, кто это вообще? Ладно, шучу, конечно, я знаю, кто это очередной родственник судей. И короче, Макс в этом бою в опыте на голову выше, ровно как и в кардио. Также за счет опыта прохождения чемпионских дистанций, но сколько у него таких-то было, вспомните. Опять же, банально, 4 последних боя Макс бился по 25 минут, ему это дистанция просто как пойти почистить зубы. А Катар только в прошлом бою узнал, что такое биться 5 раундов, ну и опять же с Дэном Иги. А кто такой Дэн Иги по сравнению с Максоном? Макс может такой темп предложить, но вы понимаете. И последнее антропометрия. Здесь, конечно, бойцы плюс-минус схожи, только Катар чуть старше и размах рук его больше на 6 сантиметров, да и в принципе и все. Следом у нас пару слов про борьбу, которую, скорее всего, мы здесь вряд ли увидим. Макс может угрожать приемом, прихватить там порой, но проблема в другом. Он не делает переводы, более того, его самого хрен переведешь. То же самое примерно и с Катаром, только с Сабмишном и у него все сложнее, переводы также не делает, но и защита средненькая. Поэтому здесь, как ни в каком другом бою, я думаю, борьбу мы не увидим, да и клинч тоже вряд ли. А вот что касается ударки, вот здесь уже нас ждет хорошая заруба. Килвин очень хорош в боксе, работает как первым номером, так и вторым, любит зарубиться и также садит хорошие лоу-кики. С таймингом и точностью у него полный порядок и часто мощно включается на сближении. Не брезгует пробить серию или даже вставить плотный локоть, Стивенс не даст соврать. Но Макс у нас настоящий самурай, зарубиться, разменяться, да пожалуйста. Помериться держалкой в центре октагона, не делая шагов назад, да вообще без проблем. Макс является одним из самых насыпных бойцов, он выбрасывает просто кучу ударов, как из пулемета, просто один за одним. Также его главной фишкой является темп, его мало кто выдерживает. Более того, этот темп с каждым раундом увеличивается и от раунда к раунду Макс бьет только чаще и точнее. Кстати, именно за счет этого Макс может и удосрочить отличный пример Жозеальду, ну или Артега. Если смотреть статистику, то Холловей здесь смотрится в разы лучше. Во-первых, внимание, он бьет точнее, во-вторых, он почти в два раза меньше пропускает. И в-третьих, пробивает значимых ударов, он тоже больше. А теперь самое главное, вспомним про оппозицию. То есть Макс бил точнее, попадал больше и меньше пропускал против крутых перцев. Когда Катар и пропускал больше и хуже, попадал против Дэна Иги и так далее. Подводя итог, можно сказать, что Катар просто нулевой ударник по сравнению с Максом. Ладно, шучу. Конечно, он крутой, у него тяжелый удар, но Макс, мне кажется, просто это другой уровень, причем во всех моментах. И в прогнозе на бой я, конечно, выберу Макса Холловей. И тут я думаю, все просто. В опыте Икарди он куда лучше уже стрелянный воин. В борьбе ему ничего не угрожает, да и глядишь, сам сделает какой-нибудь перевод по приколу. В оппозиции помним Ауди Р8 и Ладу Калино, но и в ударке, сами понимаете, все по фактам. У Келвина здесь есть шанс только на какой-нибудь случайный панч, когда Макс там зеванет или самоуверенно откроется. Но при всех равных бой должен идти просто в одну калитку, примерно как бой в стойке Артеги и Холлоуэя. Плюс, знаете, мне кажется, Макс, он сейчас такой сфокусированный, злой и заряженный. Ну камон, два поражения за спиной. Я думаю, он выдаст что-то очень яркое. Вот такая вот заруба пройдет уже в эти выходные. Напомню вам, что турнир начнется в субботу в 20.00 по Москве. Главный карт стартует в 23.00 по Москве. Жду ваших комментариев, согласны ли вы с моим прогнозом, как думаете, кто победит. Снесет ли Макс Катара досрочно нокаутом, или можно уже отправляться домой и дальше стримить Warzone, а Кеттер будущий чемп. И также, конечно, ждите обзор этого турнира у меня на канале, сразу после того, как он закончится, про все бои поговорим обязательно. И также, забыл напомнить, не забывайте ловить сочные крутые бонусы Пуариматч по моей ссылке в описании. А у меня же на сегодня все, друзья. Ставьте свой мощный бойцовский лайк, это очень помогает развитию канала. Ну и, конечно, включайте колокольчик и прожимайте подписку, чтобы ничего не пропускать. Всем мир, не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok